Восемь региональных программ в рамках национального проекта здравоохранения реализуются на территории Вологодской области. Это развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, развитие экспорта медицинских услуг, модернизация первичного звена здравоохранения. В прошлом году на реализацию программ было направлено почти 2 миллиарда рублей. Основной приоритет национального проекта здравоохранения – модернизация первичного звена – больниц, стационаров, поликлиник, консультаций, ФАПов и амбулаторий. Это капитальные ремонты, приобретение медицинского автотранспорта и оборудования, обеспечение медорганизаций квалифицированными кадрами. Здравствуйте, это программа «Приоритеты». В рамках региональных проектов учреждениям здравоохранения районов и округов выделяются субсидии. Благодаря ей автопарк Велико-Остюгской ЦРБ обновился почти на 80% еще в прошлом году. На автомобиле в количестве 7 штук – это 2 гранты и 5 УАЗиков, тоже используется здесь у нас в ЦРБ. Новая техника поступила на замену прежней. Автомобили обслуживают весь округ, в том числе используются для поездок медперсонала к тяжелым пациентам. Субсидия была выделена также на приобретение медицинского оборудования. В 2022 году была выделена субсидия по данному региональному проекту в размере 16 миллионов рублей. В рамках этой субсидии были закуплены дефибрилляторы 5 штук, которые распределились по ФАПам, которые у нас есть в районе. Электрокардиографы 2 штуки. Один ушел на эксплуатацию, то есть используется в Усть-Алексеевской больнице у нас. И второй в Кузина передан. Значит, были закуплены системы рентгеновские передвижные, тоже 2 штуки. Одна в Красавино используется, другая у нас в рентген-кабинете на отделении на 5 этаже. Сегодня эта мобильная рентгеновская система активно используется в ЦРБ. Она позволяет проводить исследования без необходимости переноса пациента в специально оборудованную рентгеновскую комнату. Особенно, если пациент нетранспортабелен. Мобильные цифровые рентгеновские аппараты имеют множество применений и представляют собой важное оборудование для Велико-Усть-Устьской ЦРБ. Финансирование по региональным программам продолжится и в текущем году. В 2023 году в рамках субсидий по этой региональной программе было выделено более 9 миллионов рублей. Будут закуплены дефибрилляторы, бифазные 5 штук тоже на ФАПы пойдут. Кальпоскоп, он уже приобретен, он уже эксплуатируется, находится в гинекологическом отделении. Был закуплен и тоже уже прошел процесс закупки, находится в процессе монтажа. Это стерилизатор, который будет установлен в иммунологической лаборатории. Также автомобили будут закуплены, но еще процесс закупки как бы идет, 5 штук. Это будет 2 гранты, вот на этой неделе, скорее всего, где-то будем получать. По национальному проекту здравоохранения и программе модернизации первичного звена здравоохранения в поселке Новатор в прошлом году открылась новая амбулатория. Это основное звено в оказании первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Именно от ее работы зависит своевременность и доступность оказания медицинской помощи и, как результат, повышение качества жизни жителей поселка. Это сельское медицинское учреждение обслуживает жителей Новатора и еще трех населенных пунктов. На участке проживает около 3300 человек, из них 785 детей. Большое поступление оборудования в рамках реализации государственных программ развития здравоохранения Вологодской области, развитие медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детей, было в конце прошлого года. В отделение физиотерапии поступили две новые физиотерапевтические системы. Еще одна система, ультрадар ЭМА, позволяет медицинским работникам проводить пациентам процедуры по улучшению кровообращения, реабилитацию при неврологических заболеваниях, астенических состояниях, остеохондрозах, а также при лечении сосудов нижних конечностей. В офтальмологическом кабинете взрослой поликлиники Велико-Остюгской ЦРБ успешно применяют новый линзомер. Это аппарат, позволяющий определить диоптрийность очков пациента. Новую щелевую лампу – это оборудование для диагностики заболеваний глаз, а также офтальмоскоп. Это была программа «Приоритеты». До свидания. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова